Таосисты верят, что мир создан из энергии, вибраций и материи, которые ведут себя по-разному, в разных обстоятельствах. Нечто может быть инь или ян, в зависимости от многих вещей. Так, когда пшеница растет, это ян, а когда она сжата, инь. Гребень волны – ян, впадина – инь. Китайские деревни на солнечной стороне долины называются Льюян и Шиян, а на затененной стороне, например, в долине реки Янзы, находится город Цзэаньгинь. Педаль тормоза – это инь, а педаль газа – ян. Яичная скорлупа – ян, а яйцо внутри нее – инь. Начинаете понимать? Ян твердый, сильный, яркий и быстрый. Но он может превратиться в инь. Это как бы две стороны одной медали. Солнечные лучи – это ян в сравнении с тенью. Бросок меча – это ян, его поимка – инь. Ян начинает действие, а инь принимает и завершает его. Инь – это внутреннее пространство чашки. Без него она не была бы чашкой. Ян – это сама чашка. В то же время тепло кофе – это ян, а его чернота – инь. Ян может быть неистовым, но и инь обладает мощью, хоть и не такой неистовый. Инь – это темная женская сторона, но на ней есть светлое пятно. Ян – светлая мужская сторона, но на ней есть темное пятно.